Как сделать диффузор для дома, чтобы дом ваш наполнился натуральными и очень приятными ароматами, нам расскажет натуральный парфюмер Ксения Миронова у нас в гостях. Катерина, знакомьтесь, вы знакомы и так. Здравствуйте, Ксения. У вас набор огромный различных масел, но вот мы, простые люди, не натуральные парфюмеры, не умеем их сочетать. Научите. Сейчас попробуем. Делать мы будем с вами диффузор для дома. Мы пробовали, такое уже использовали наверняка в домашних условиях. Их можно сделать легко самостоятельно, приобретя готовые концентраты. Но интереснее, когда мы придумываем сами, сочетаем ароматы так, чтобы они воздействовали на нас. Обычно мы диффузоры покупали за 2000. Можно ли с помощью самостоятельного изготовления сэкономить? Естественно. Сэкономить можем раза в два, в три точно, в зависимости от того, какого формата это будет диффузор. В зависимости от того, насколько красивая будет упаковка, флакончик. Иногда будут меховые такие, прямо гипсовые флакончики. Либо это будет что-то такое более лаконичное, интересное. Когда подбираешь аромат для себя, ты всегда можешь поиграть. Сегодня у тебя одно настроение, завтра другое. И можно разные ноты использовать. И резкие, и острые, и какие-то будоражащие. Когда мы говорим про аромат для дома, там особые критерии выбора тех самых нот, которые мы будем использовать? Да, все верно. Нужно понимать, для какой зоны мы сделаем этот аромат. Потому что если мы сделаем будоражащий и поставим его куда-нибудь в спальню, то тогда уснуть нам будет очень непросто, скажем так. Если есть, конечно, такая задача, то, пожалуйста, мы вас не ограничиваем. Для санузла мы делаем. Мы делаем для санузла. Почему для санузла? Для санузла, как правило, это такие ароматы более хвойные, более острые. Я вас понял. Давайте для прихожей. Давайте для прихожей. Чтобы заходить и сразу... Я дома. Да, и я дома. Тогда нам нужно будет взять, пожалуй, цитрусовые масла. Мы с вами сейчас послушаем несколько вариантов и выберем, чем же будет у нас пахнуть наш дом. Грейпфрут. Грейпфрут. Ну, у нас же не моно будет аромат, но будем миксовать. У нас будет сочетаться, да. Для того, чтобы красиво сочетать самостоятельно, нам лучше брать несколько вариантов, например, 2-3. Мы возьмем с вами... Это будет у нас лимон испанский. Еще мы тут говорили за кадром... Чувствую. Необычный. Испанский чувствуешь, да? Прямо вот. Испания поселилась у нас дома. Еще мы говорили... Пашкентский по-другому кашпахнет. Про аромат счастья. Вербена тропическая. Вербена? Что такое вербена? Это такой цитрус. Тоже цитрус. Такое количество ароматов обычно нужно сочетать для того, чтобы получить красивый, богатый, глубокий запах. А здесь все зависит от нашей задумки. Если это составляет парфюмер, который готов придумать пирамиду, там может быть сколько угодно ароматов. Чтобы у нас получились готовые интересные варианты, пусть будет 2-3. Еще немножечко мяты для свежести. О, мята. Ни с чем не перепутаешь. Что-то съедобное у нас получается. Аппельсин, грейпфрут, мята. Давайте мы сделаем... Это стермоядерное такое все. Мы сделаем грейпфрут и мяту и добавим немножечко вербен для того, чтобы аромат был такой пробуждающий. Мы вам доверяем. Мы будем делать 50 миллилитров. Вот такой флакончик. Это 50 миллилитров? Это 50 миллилитров. Вот здесь вот 100 миллилитров. Там какая-то основа есть? Сейчас пока это только пустой флакон. У нас будет компаунд. Это именно ароматная основа. И в него мы добавим базу. База ММБ. Которая позволит нашему аромату красиво распределяться и благоухать, собственно говоря. База ММБ. Как будто баскетбольная команда. Практически. Это такой спирт специальный, созданный именно для работы с диффузорами. Он очень хорошо. У него практически нет собственного запаха. Он не очень яркий. И для того, чтобы хорошо распределяться аромату, мы используем именно его. Какое количество каждого аромата мы добавляем? Смотрите, у нас 50 миллилитров. Мы берем 10%. Значит, нам нужно 5 миллилитров эфирных масел. Я взяла 1 миллилитр мяты перечной, 3 миллилитра грейпфрута и немножечко еще мы сейчас добавим вербены тропической. Теперь сюда мы добавляем базу. База? Да, база ММБ. И теперь наш аромат становится более воздушным. На какое количество времени хватит этой воздушности? Сколько может он стоять дома для того, чтобы мы продолжали чувствовать запах? Хороший вопрос. И все будет зависеть от того, где он будет стоять. Если он будет стоять, как уже сказал, в уборной, например, и там, где небольшое пространство и достаточно жарко, он улетит быстро. Но если он будет стоять в комнате обычной комнатной температуры, то может работать с нами примерно в 4 недели спокойно. Мяты многовато. Надо еще цитруса добавить. Давайте добавим. Ух ты! У нас парфюмер живет. Я парфюмер. Да, на этом этапе мы действительно можем скорректировать. Добавили еще грейпфрута. В этом и прелесть самостоятельной подготовки такого гаджета для дома, когда ты что-то готовое приобретаешь или тебе дарят, там уже выбора нет. Чем пахнет, тем и наслаждайся. Так. Можно смягчить аромат, добавить немножечко мят, и тогда он будет такой более. Главное, как в фильме парфюмер. Не смешать мы тут. А то начнется потом. Заварушка. Ну как? Лучше? Давайте эксперту еще одному дадим. Давайте. Я пока перелью наш, видите, всего лишь несколько действий. Ой, как приятно. У нас готовый аромат. Захотелось? На площадь. Захотелось. Городскую. Домой захотелось. Давайте теперь мы для него выберем палочки. Аромат у нас цитрусовый, пусть будут такие же солнечные палочки. Палочки у нас фибровые. Бывают ротанковые, бывают фибровые. Фибровые. Это тоже какое-то дерево? Это волокно. Это искусственное волокно, но оно лучше передает аромат. Можно работать и с ротанком, но ротанк быстрее забивается, скажем так. И смотрите, я сейчас окунула палочки и вот так вот поставлю. У каждого дома всегда есть свой аромат. Это когда попадаешь в какое-то новое пространство, ты его всегда хорошо ощущаешь. Но когда ты находишься постоянно у себя дома в одном и том же пространстве, очень часто ты уже запахов не чувствуешь. Нужно ли менять аромат для дома? На самом деле, то, что мы перестаем чувствовать аромат, это защитная реакция нашего мозга. Иначе бы у него все время было слишком много впечатлений, но аромат есть. И выходя в другое пространство, и потом возвращаясь, у вас обновляется ощущение, вы его чувствуете. Он будет, и все равно будет влиять на вас. Саня, скажите, вот у нас вот такой специальный бутылек для как раз изготовления диффузоров. Можно все что угодно использовать как емкость? Или лучше отправиться в какой-нибудь, не знаю, мир бутыльков, магазинов? Здесь можно поэкспериментировать. Самое главное, смотрите, что нам здесь важно. У нас здесь умеренно узкое горлышко. Настолько оно достаточно широкое для того, чтобы туда можно было вставить палочки. И они распределяли аромат, чтобы была та самая диффузия, но при этом узкая, чтобы аромат не улетал. Поэтому любой стеклянный флакон, он может быть даже более высокий, подойдет. Возьмите флакон от корвалола и все. И сделаете аромат с ароматом корвалола, да? Диффузор с ароматом корвалола. Ну, вообще, я планировал его помыть, конечно, перед этим. Но можно и так, если вам такая ассоциация для вашего дома подойдет. Ксения Миронова, натуральный парфюмер, была у нас сегодня в гостях. Диффузор для дома. Изготавливайте, это просто. Субтитры сделал DimaTorzok Диффузор для дома.